Мы ведем прям мой репортаж из Пружанной Сити-Арена. 25 января 2014 года и мы присутствуем на невероятном событии. Это христианский заезд. Все эти молодые люди, они только что прославляли Бога. И сейчас после вкусного ужина занимаются спортом. Мы собираемся узнать их впечатления после сегодняшнего дня. И просто задать обычные житейские вопросы, чтобы узнать, что из себя представляет наша молодежь. Ну что, поехали? Первые гости нашего репортажа это семейная пара Оксана и Женя. У нас уже болит. Все болит. Так, значит, представьтесь, пожалуйста, с какого мы городом? Пружан. Тоже сам. Логично. Оксана, скажи, пожалуйста, какой раз ты стоишь на коньках? Третий, наверное. Ну я скажу, что до третьего раза Оксана катается просто супер. Женя, сложно кататься с женой, которая не умеет есть? Да, не сложно. Не сложно. Вот видите, как здорово. Жена научится ездить. Женя тоже не очень умеет. Хорошо. Сейчас у нас два простых вопроса. Простых житейских вопроса. Оксана, скажи, пожалуйста, когда ты была маленькой, кем ты мечтала стать? Учительницей. Учительницей. Твоя мечта осуществилась? Нет. И кем ты стала? Мамой. Пока мамой. Пока мамой. Отлично. Вопрос к Жене. Женя. Так, вопрос-вопрос к Жене. Женя, что ты любишь из Оксаниной кухни больше всего? Блинчики с творогом. Блинчики с творогом. Это отличный выбор. Спасибо за ваше участие. Всего хорошего. Один из участников нашего заезда. Представься, пожалуйста. Роман. Роман. Роман приехал к нам в гости из Иваново. Мы хотим у него спросить, как твои впечатления от этой поездки? Не жалеешь ли ты, что приехал сегодня в этот город? Нет, не жалею. Увидел много неродных, но очень близких к мне людей. Вообще очень классно. Все понравилось, все было вкусно. И ледовый тоже. Вообще все, слава богу. По лицу Рома сложно сказать, что у него хорошее настроение. Рома, улыбнись, пожалуйста. И желаем тебе отличного настроения в этот вечер. Очаровательная девушка приближается прямо к нам. Мы хотим у нее спросить и задать ей несколько вопросов. Она неплохо катается. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Элла. Элла. Элла, откуда вы? Я из Иваново. Из Иваново. Это наши гости из Иваново. Отлично. Элла, Эмма, поделись, пожалуйста, твоими впечатлениями о проведенных... Так, сколько там? 23 минуток на этом льду. Вообще очень здорово, на самом деле. И очень здорово, что есть братья, которые умеют кататься и которые могут помочь. Вот видите? Видите? Так здорово. Я не вижу с тобой рядом брата. Заняты. Заняты. Все заняты. Но это наша проблема. Проблема наших церквей. Братья всегда меньше, чем сестер. Спасибо за ответы. Нам приближается интересный спортсмен. Здравствуйте. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Сергей. Это Сергей. Сергей, вы приехали к нам в гости из... Иваново. Из Иваново, да. Это наши гости из Иваново. Мы рады видеть вас. О, это еще гости из Иваново. Они поддерживают своего земляка. Расскажите что-нибудь о себе, пожалуйста. Я женат. Женат. Сергей женат. Хорошо. Сергей, скажи, пожалуйста, давно ли ты посещаешь церковь? Да, с детства. С детства. Сергей женат и давно посещает церковь. С детства. Скажи, твоя жена приехала вместе с тобой? Нет. Хорошо, мы передаем от всей бружбинской молодежи привет вашей семье. И спасибо за ответы на вопросы. Как истинный молодежный пастор Виктор делится не только духовными наставлениями, но, видите, просто помогает в обычных житейских делах. Например, учит, учит наша молодежь, как кататься на коньках. Виктор, приветствую вас. Мы споймали вас в прекрасной роли помощника. Поделитесь вашими впечатлениями. Я не помощник. Я инструктор. Инструктор. Ну, мы так и почти это и сказали. Нам надо извиниться вам. Нам извиниться. Извините, инструктор. Пошли еще, еще. Вот, он захватывает максимальное количество людей, чтобы не тратить свои силы. Напрасно. Он учит всех сразу. Похоже, он утомил своих учеников своими занятиями. Виктор, мы хотим спросить у вас, трудно ли выступать в роли инструктора? Очень трудно. Очень трудно. А скажите, что сложнее, духовно назидать молодежь или помогать учить в каких-то житейских вещах? Конечно, духовно. Конечно, духовно. Поэтому мы благодарим Бога за таких братьев, которые не уставая трудятся для Бога. Спасибо за ваш ответ. Вы сегодня слышали, братья помогают сестрам кататься на коньках. Или учат кататься на коньках. А, значит, это называется по-другому? Расскажите нам. Это называется, братья учат кататься с сестер на коньках. Все, все, они согласны. Хорошо, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор. Ксюша. И Ксюша. Виктор и Ксюша приехали к нам из? Из? Иваново. Отлично, мы рады нашим гостям. Город невест. Город невест. Мы заметили, у вас очень красивые девушки. Держитесь. Держитесь полностью солидарной. Держитесь. Хорошо. Мы хотим задать вам один обычный житейский вопрос. Причем? Нет. Причем? Я сделаю таким образом. Я спрошу у Виктора, как готовятся пельмени? Сначала делается тесто, потом размораживается фарш. Фарш добавляется в специи, чеснок. Все просто, пачка. Сначала он, сначала он. Потом лепишь их, кипятишь воду, и когда они всплывают в воде, значит, они готовы. Хорошо, вариант от девушки. Покупается пачка пельменей и варится их, и все. Ксюша, а какое... Это суп с фрикотельками, как делаешь. Ксюша, а какие пельмени ты посоветуешь нашим телезрителям? Бабушка Аня, я не знаю, мясные подушечки. Мясные подушечки. Пленина и говядина, не птица. Вы слышали, вы слышали мясные подушечки, свинина и говядина. Спасибо. Не птица. Не птица. Запомните, не птица. Не птица, не птица, уже не понятно. Спасибо за ваши ответы. Так, мы познакомимся с... Дарья. Это Дарья, это Дарья. Дарья, рада вас видеть. Вы приехали из города... Иваново. Мы попадаем на Ивановских. Отлично. Даша, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Учишься, работаешь? Твоё сейчас основное... Учусь в школе. Учусь в школе, отлично. Даша, к нам у нас к тебе есть такой вопрос. Твой любимый предмет в школе на данный момент? Физкультура. Зачем я спрашивала? Даша подтвердила это, придя на лёд. Даша, скажи, пожалуйста, твои впечатления за сегодняшний день? Ну, всё было очень классно. Мне очень понравилось. И в церкви, и на льду очень. Ну, очень все такие дружелюбные. Всё очень классно. Здорово. Даша, ты первый раз приехала в Пружары? Да. А ты хочешь приехать сюда ещё раз? Да, я думаю, да. Мы будем тебя ждать. Даша, скажи, пожалуйста, ты любишь готовить? Очень. Даша очень любит готовить. Пожалуйста, поделись рецептом самого любимого твоего блюда. Я даже не знаю. Моё любимое блюдо, но не знаю, как его готовить. А, хорошо. Блюдо, которое любишь готовить больше всего ты? Я даже не знаю. Ну, смотри, к тебе приехали гости из Пружан, например. И тебе нужно приготовить для них ужин. Что бы ты приготовила? Я бы спросила, что они любят. А так не знаю. Кем ты мечтала стать в детстве? Наверное, актрисой всё-таки. Актрисой? Скажи, ты до сих пор веришь в то, что ты можешь ещё стать актрисой? Я не знаю. Говорят, да. Но я не выбрала эту профессию. Какую профессию ты выбрала для своего будущего? Наверное, менеджер по туризму всё-таки. Даша любит не только спорт. Она любит и управлять спортом. Мы желаем тебе успеха в будущем. Спасибо за ответы на наши вопросы. Как вы думаете, что происходит на этой ледовой арене? Что эти люди делают все вместе в центре льда? Я просто не понимаю. Я просто не понимаю. Наверное, они будут фотографироваться. Пойдём с ними. Пойдём с ними. Пойдём с ними.